Итак, стартовал первый забег. Обращаем ваше внимание, по четвертой дорожке стартовала Анна Красильникова, бронзовый призер зимнего первенства России среди юнеров до 20 лет. И сейчас мы видим, что именно она первая занимает бровку и приближается к отметке 200 метров. 29,1 секунды, 200 метров лидера. Ладно, Красильникова возглавляет первый забег, но еще три спортсменки следом за ней, ее не отпускают. И вот отметка 400 метров. 1,02,4,10. Итак, четыре спортсменки за 300 метров до финиша, плотной группой перемещаются по дистанции. Никто не хочет уступать. И вот мы видим перестраение смены лидера и отметка 600 метров. 1,36,5. Итак, 100 метров до финиша. Анна Красильникова лидирует в этом забеге. Разрыв растет. И Анна Красильникова одержала победу в этом забеге. Подождемся официального результата Анны Красильниковой. 2,10 и 17 сотых секунды. Такой результат пока показан победительницей первого забега. Напомним, что у нас состоится три забега, где определится состав финала. А выход в финал у нас осуществляется по времени. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Дорогие друзья, все внимание в сектор толкания ядра. Представляем участников финала юниора. За команду Самарской области. Тимофей Максимчук. Чувашская республика. Даниил Спичков. За Красноярский край. Иван Ершов. Московская область. Дмитрий Хилимонов. Воронежская область. Герман Швайерус. Тульская область. Леонид Далматов. Санкт-Петербург. Вторая команда. Мирон Александров. Грачаево-Черкесская республика. Магомед Салбакаров. За Краснодарский край. Данил Филипенко. Москва. Первая команда. Владислав Бобров. Санкт-Петербург. Первая команда. Михаил Золотаров. Самарская область. Дмитрий Мужиков. Ставропольский край. Никита Шапра. Брянская область. Александр Бабенков. Москва. Первая команда. Артем Тимошенко. Долганье ядра. Юниологы. Финал. Санкт-Петербург. Участник. 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 А на старте второй за первой дистанции. 800 метров среди юниора. По первой дорожке, за Москву, выступает Карина Банголь. По второй, за Ростовскую область, Анастасия Никанова. По третьей, за Республику Адыгея, Екатерина Анатольевна. По четвертой, за Московскую и Ростовскую область, София Валяева. По пятой дорожке, за Светловскую область, Мария Рыбинская. По четвертой дорожке, Брянская область, Екатерина Бодрова. И за Чувашскую республику, Татьяна Васильева. По седьмой дорожке, за Черевицкую область, Анастасия Карлицкая. И по восьмой, за Кировскую область, Анна Балабекова. По второй, за Беково, в Севсу-Медвенке. Итак, стартовал второй забег. Напомню, что в первом забеге победитель АЦУ показал результат 2,10 и 17 сотых секунды. Это была Анна Красильникова. И посмотрим, как будут развиваться события во втором забеге. Итак, 200 метров, 30,9 десятых. Это медная неча в первом. Обращаем ваше внимание, что в забеге стартовала София Валяева. Серебряный призер Севднего Кереста России среди юнеров. Ну и последим. По всей видимости, она и возглавит забег. София Валяева возглавила забег. И на отметке 400 метров, минута 0,48. И мы видим плотную группу спортсменок. Они приближаются к катой метке 600 метров. Итак, смотрим. 1,37,7 на отметке 600 метров. И мы ожидаем финишного ускорения. У нас плотная борьба. Три спортсменки, даже четыре спортсменки претендуют сейчас на победу в этом забеге. Итак, финиш. И лидирует Екатерина Анохина. И Екатерина Анохина становится победительницей второго забега. И на второй позиции София Валяева дождется официального результата. 2 минуты 10 и 44 сотых секунды. Это немного медленнее, чем в первом забеге. И у нас остается еще один забег, где спортсменки поборются за выжимой.